Немой фильм-артист стал лидером среди претендентов на премию «Золотой глобус». Картина собрала шесть номинаций, включая номинацию в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Тем самым лента заявила о себе как об одном из главных претендентов и на голливудского «Оскара». Фильм «Потомки» с участием Джорджа Клуни, сыгравшего мужчину, который делает всё возможное во имя сохранения семьи, получил пять номинаций. Среди них номинации в категориях «Лучшая картина», «Лучший актёр за работу Клуни», «Лучший режиссёр» и «Лучшая актриса второго плана». Картина о гражданских правах под названием «Прислуга» также получила пять номинаций, включая категории «Лучшая драма» и «Лучшая актриса за роль», которую сыграла Виола Дэвис. Премия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Это одна из самых популярных телевизионных церемоний. Она считается прологом вручению «Оскара» в феврале. В отличие от «Оскара», номинации на «Золотой глобус» делятся на две категории – драма и мюзиклы и комедии. Среди самых интригующих противостояний за премию «Золотой глобус» ожидается схватка за награду в категории «Лучший драматический актёр» между Джорджем Клуни за роль в «Потонках» Леонардо Ди Каприо в роли главы ФБР Эдгара Гувера и Брэдом Питтом в фильме «Человек, который изменил всё». Награда «Золотой глобус» найдут своих обладателей в ходе церемонии, которая состоится 15 января. Вести мероприятие доверили британскому комику Рикки Жерве. Транслировать шоу в прямом эфире будет канал NBC.